Сегодня в Ханты-Мансийске началось одно из главных массовых спортивных событий весны. Два часа назад стартовый пистолет возвестил о начале первой гонки 9-го Егорского лыжного марафона. И начать решили с самой большой дистанции. 350 человек в эти минуты бегут 50 километров классическим стилем. Сейчас в непосредственной близости с лыжной трассой работает наша съемочная группа. Специальный корреспондент Дмитрий Пришвицин выходит на прямую связь со студии. Дима, расскажи, что сейчас происходит на лыжне. Да, Илья, добрый день. Продолжаем мы работать в прямом эфире с Егорского лыжного марафона. Сегодня, как ты правильно отметил, 350 человек отправились на новинку Егорского лыжного марафона. Это 50 километров классическим стилем. Сейчас уже на данный момент лыжники преодолели, ну уже приближаются, наверное, к 40 километру. И уже явно видна шестерка сильнейших лыжников, которые сейчас уже оторвались от общей группы. И возглавляет сейчас вот этот пилотон Евгений Белов. На втором месте Сергей Турушев, потом Глеб Ритивых. Четвертое место Евгений Дементьев. И Сергей Спирин, пятое место. Никита Мудрый на шестом месте. И можно любому болельщику сейчас посмотреть за ходом гонки в прямом эфире. Это новинка в этом году очередная. И все это возможно благодаря сайту Russia Running, где, если нажать на кнопку Live, можно просто в прямом эфире смотреть, как проходит гонка Егорского лыжного марафона. Но до финиша уже дойдут не все, потому что классический стиль это сложный стиль, как я уже и говорил. И поэтому не все прошли это испытание. Есть уже лыжники, которые сошли с дистанции. Но мы с нетерпением ждем первого чемпиона в классическом стиле, который получит при 150 тысяч рублей эта награда. И вообще в целом организация мероприятия была бы просто невозможна без генерального партнера Банка Открытия, который, так скажем, на одной лыжне с марафоном всю дистанцию, все 10 лет Егорского лыжного марафона. Кроме того, финишеры получат вот такие вот медали. В этом году на этих медалях можно будет сделать гравировку со своим результатом. Это тоже очередная новинка Егорского марафона. Я вот эту медаль пока взял просто показать вам. За свою медаль я поборюсь завтра в свободном стиле. Ну, как поборюсь, пройду 5 километров и получу медаль финишера. Завтра Егорский лыжный марафон продолжится в свободном стиле, как я уже сказал. Там будут не только профессионалы, но и любители. Пойдут 5,25 и 50 километров. Завтра олимпийский чемпион Сергей Устюгов выйдет на дистанцию. Сегодня он в свой день рождения отдыхает и готовится к предстоящей гонке. Мы сегодня здесь все его поздравляем с днем рождения. Моя тематическая шапка здесь попадает чуть ли не во все объективы фотокамер. Поэтому мы следим за развитием событий. Смотрим, как здесь развиваются события. Интересно, что, кстати, любители выходят на марафон. И им здесь никто их не ограничивает в креативе. Мы здесь видели уже лыжный костюм, который как скелет сделан. То есть скелет идет по дистанции. Видели и обнаженного по пояс лыжника. Поэтому здесь сегодня очень весело. Друзья, регистрируйтесь на Егорский лыжный марафон. Если не успеваете пройти регистрацию, просто приходите сюда и заряжайтесь энергией от чемпионов и от людей, которые сегодня здесь на лыжне. Наверное, мне сказать больше нечего. Илья, передаю тебе слово. Спасибо, Дима. На прямой связи со студией был Дмитрий Перешвиц, но сегодня работает на Егорском лыжном марафоне. В Хантамансийске 350 спортсменов бегут 50 километров классическим стилем. Продолжение следует...